Кто здесь главный филолог? Ну давайте филолог, с чего начнём? К Чадаем. Товарищ Верю, сойдёт она, звезда пленительного счастья, Россия всплянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена. Так, 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 подождите, я вот как эксперт, я вот считаю то, что вот здесь напишут наши имена, на обломках самовластия, это, по-моему, чистейшей воды экстремизм. По-моему, это попытка разрушить целостность Российской Федерации и, как минимум, захвата власти в стране силовым путём. Экстремизм. Ну что ж, продолжим. Пушкин обращается в этом стихотворении к некоему Чадаеву. Чадаеву, наверное, тоже из-за одной шайки леги. Это не случайно. Мне кажется, у них как минимум преступная организованная группировка. Мы нашли что-то с Чадаевым. Их наверняка кто-то спонсирует из Запада. Кто же спонсирует этого Чадаева, сейчас мы узнаем. Преступная группировка, вязанцы. Вязанцы из той же код. Что-то я слышал его. Пусть не нашли на Чадаевым. Выступление против России, русской православной церкви, и, более того, оскорбление религиозных чувств других людей. Это, по-моему, чистой воды экстремизм. Печь! На боженьку нашего. Кто не дает, ее берут. Давайте, ты сам, что-то стадитесь. Что такое свобода, я не знаю. Нам важна стабильность. Сжечь это. Это волнечной воды. Чистейшей воды. Экстремизм. Сжечь. Все в печь. Перформанс, привязанный к истории с Корстылевыми, новороссийскими правозащитниками, которых сегодня должны были судить за лозунг «Свободу не дают, ее берут». Собственно, лозунг уже признали экстремистским еще в июне. А сейчас, сегодня должны были начаться судебные заседания по признанию экстремистской организации. И наш перформанс был о том, что литература русская, в том числе и школьная программа, содержит огромное количество себе цитат, которые тоже можно было бы признать экстремистским при желании. Сейчас, выходя с любой книжкой на улице, с любой цитатой из нее, в общем-то, можно запросто попасть в экстремисты. Откуда цитату «Свободу не дать ее берут»? Ну, кто-то говорит, что это перефразированные цитаты «Права не дают, права берут» из Горького. А еще я слышала, что это перевод тоже из какой-то испанской, по-моему, литературы, фразы. Но, в общем-то, где ее взяли Корстылевы, я не знаю. Но очевидное высказывание про свободу, в общем-то, вполне безобидное, на мой взгляд. Как вы ожидаете, какие последствия будут после сегодняшних судебных заседаний? Ну, судебное заседание, собственно, назначило просто следующее судебное заседание сегодня. И они, то есть адвокаты, ходатайствовали о новых экспертизах независимых по поводу этого лозунга. Мы сейчас как раз хотим обратиться к научным сообществам, еще раз, кстати, потому что такое обращение уже было в июне, чтобы люди писали свои независимые экспертизы, чтобы было показано, что это полнейшая профанация с точки зрения науки, философии, лингвистики, психологии, считать, что этот лозунг может привести к каким-то таким последствиям ужасным, как описано в тех заключениях экспертов, которые уже были привлечены по делу. Вот, там очень смешные заключения. То есть эксперт по философии, например, пишет, ссылаясь на какие-то планы Даллеса, какие-то вообще конспирологические теории вокруг этого. И очень предвзято изначально видно его позиции в этой экспертизе. И поэтому неудивительно, какой результат был. Неудивительно, что она была заказна. И, в общем-то, все дело Крастылевых, оно явно шито белыми нитками. Вот там какие-то родители почему-то, которые там обиделись, что их родители вовлекают в деятельность. Там какой-то директор школы, написавший заявление на них. То есть это просто активная общественная организация, которая не нравится властям Краснодарского края.